Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И сегодня я проведу для вас совместный обзор двух моделей Invicta из коллекции ProDiver. Это часы Invicta 12364 и Invicta 12366. Разница этих часов заключается только в цвете циферблата. В левой модельке это черный циферблат, в правой модельке серебристый циферблат из нержавеющей стали. На некоторое время я черные часы отложу и сфокусирую мое и, соответственно, ваше внимание на этих часах, так как у них более читаемый циферблат, и для обзора эти часы будут лучше, что ли, подходить. Значит, корпус этой модели и браслет сделаны из нержавеющей стали. На безеле это черное напыление. Давайте осматривать модельку с каждой стороны. Звенья здесь по краям и центральные звенья шлифованные, а вот эти две пары таких продольных звеньев, они глянцевые. Минус такого металла заключается в том, что очень сильно он собирает отпечатки пальцев, и потёртости при определённых углах обзора очень хорошо будут видны на такого типа металле. Застёжка здесь раскладная с фиксатором, уже классическая для Invicta, на ней ещё плёночка здесь. Снимается фиксатор, открывается сама застёжка. Давайте пока открыто посмотрим на заднюю крышечку часов. Здесь у нас логотип коллекции ProDiver, это морской скат. А тут наклеена плёнка и немножко нечётко это всё видно. Также по краю задней крышечки можно найти практически все характеристики данной модели. Давайте ещё посмотрим на кнопки хронографа и заводную головку. Они достаточно крупные, очень удобно влажаться под форму пальцев. И давайте я примерю часы на свою руку. Запас браслета здесь большой. Вот так просто можно вдеть модельку через кулак. Так на руке с средним запястьем смотрится эта модель. И в принципе очень комфортно она и на руке ощущается. То есть приятная тяжесть, нигде ничего не давит. На моей руке эти часы очень хорошо сидят. И давайте я сразу померяю чёрные часы. Вот я их сразу вдел. Вот так они и смотрятся на моей руке. Ну чёрный циферблат он однозначно более агрессивно смотрится. А минус этих часов в том, что опять же из-за цвета циферблата они менее читаемы. Хотя как практика показывает, это вопрос нескольких дней. И даже к самому не читаемому циферблату за несколько дней можно без проблем привыкнуть и за несколько секунд считывать время. И давайте вернёмся теперь к нашей светленькой модели. И на её примере рассмотрим, что у нас здесь есть по функционалу и по характеристикам. Значит, начну с кольца безеля. На нём есть минутная разметка. Белыми цифрами, прям с интервалом в 15 минут она указана. И вот такие, видите, малюсенькие засечки. Это 5-минутные интервалы. То есть 0, 5, 10, 15. 60 минут это, соответственно, нулевая отметка. Значит, безель вращается только против часовой стрелки, вот с таким хрустом. И нужен он для фиксации интервала времени. Для того, чтобы воспользоваться безелем, нужно поставить отметку 0 безеля напротив минутной стрелки часов. Вот я это сделал. И, допустим, нам нужно зафиксировать 30 минут. 30 минут на безеле здесь. 0 здесь. Когда минутная стрелка с нуля безеля покажет на отметку 30, соответственно, прошёл этот интервал времени. То есть безель смещает минутную шкалу для удобства фиксации времени. Это больше дайверская функция. Но, в принципе, по названию модели можно предположить, что эти часы именно таковыми и являются. Кстати, это немаловажный момент, о котором я обязательно хотел рассказать в этом обзоре. На мой взгляд, это одна из самых лучших и удачных моделей из коллекции ProDiver. Почему? Вот так как-то получилось, что многие модели из коллекции ProDiver имеют водозащиту 100, максимум 200 метров. При этом кнопки не завинчиваются. То есть как-то одно противоречит другому. Название ProDiver склоняет к тому, что часы являются профессиональными дайверскими. А характеристики говорят немножко об обратных вещах. В этих часах всё как бы соответствует названию. То есть здесь завинчиваются и кнопки хронографа, и заводная головка. А водозащита модели составляет 300 метров. То есть это действительно профессиональные глубоководные часы. И они честно могут занять своё почётное место в коллекции ProDiver. В отличие от некоторых других моделей, которые скорее просто имеют название «Красивая ProDiver», но по характеристикам не совсем соответствуют требованиям, которые несёт в себе название этой коллекции. То есть я считаю, что это одна из самых удачных моделей Invicta из коллекции ProDiver. Также здесь очень большой и удобный функционал. И давайте, собственно, по нему продолжать. То есть по краю циферблата у нас есть шкалат и химитра для определения скорости движения на основании пройденного пути. Для того, чтобы воспользоваться этой, как по мне, ненужной функцией. Нужно запустить хронограф. Вот я кнопки предварительно вывинтил и запускаю хронограф. Я нажал верхнюю кнопку. В этот момент нужно представить, что мы двигаемся в машине. И когда мы проедем вне 1 км, нужно остановить хронограф. Для этого я нажимаю верхнюю кнопку и снять показания большой секундной стрелки. И вот она на 250 показывает. Делаем вывод, что мы двигались со средней скоростью 250 км в час. Для того, чтобы обнулить показания хронографа, я нажал нижнюю кнопку. Давайте я заново запущу хронограф и уже поговорю о нем. То есть, опять я нажал верхнюю кнопку. Хронограф в этих часах достаточно расширенный. Состоит он из счетчиков. Маленький нижний циферблат. Это сразу две стрелочки в нем. Там 12-часовая и 30-минутная стрелка. Они пока спрятаны друг за другом. Значит, шкала именно по часам расписана. То есть, 12 часов. То есть, есть шкала 12 часов, 30 минут. Большая секундная стрелка, которая сейчас идет, это 60 секунд. И стрелочка, которая вращается в верхнем маленьком циферблате, это счетчик 1 десятая секунды. В левом маленьком циферблате идет основная секундная стрелка часов. То есть, которая привязана к основному времени. Основное время никак не привязано к исчисляющей системе хронографа. Это две параллельные системы, которые вне зависимости друг от друга работают. Вот у нас секундомер уже фактически полторы минуты сейчас проработает. Давайте я его остановлю для того, чтобы это сделать. Прошу прощения, я нажимаю верхнюю кнопку. Значит, вот он остановился. Давайте снимем показания. С момента его запуска прошла одна минута. К сожалению, у нас вот часовая стрелка так неудачно стала, что она наши маленькие стрелочки закрывает. Но там прошла одна минута, и минутная стрелка немножечко сместилась. То есть, может быть, вот так, да, под углом. Сейчас немножко вы можете, наверное, это видеть. То есть, с момента запуска прошла одна минута. 21 секунда показывает большая секундная стрелка. И 9 десятых секунды показывает верхний маленький циферблат. Для того, чтобы обнулить хронограф, я нажимаю нижнюю кнопку. И вот вы можете видеть вот эти две стрелки, часовую и минутную, которые вращались в полный цикл в маленьком циферблате, прежде чем вернуться в нулевое положение. Также у нас в часах присутствует окошечко для даты. Для того, чтобы его изменить, нужно в первом положении заводной головки по часовой стрелке ее прокручивать. Делать нужно это, если дата нужная от вас далеко, можно быстро, вот так она легко перескакивает. Если вы подошли уже к нужной дате, допустим, это первое число, нужно аккуратно вращать, чтобы не проскочить эту дату, так как обратного вращения здесь нет. И во втором положении заводной головки по часовой стрелке мы устанавливаем время. На этом, в принципе, функционал часов заканчивается. Для коллекции ProDiver это очень многофункциональная модель и, в принципе, очень удобно здесь все функции реализованы. Давайте я уведу часы подальше и мы их рассмотрим крупным планом, как я и обещал. И черную модельку я обязательно еще покажу вам. Это действительно очень удачные часы из коллекции ProDiver. То есть, действительно, многие модели имеют водозащиту 100-200 метров. Понятно, что можно в них и на 10 метров где-то погружаться, но называть их профессиональными, глубоководными, будет неправильно. А с названием коллекции ProDiver я считаю, что все-таки все часы там должны быть действительно с профессиональной водозащитой. А получается так, что у Invicta действительно профессиональная водозащита. В основном у часов из коллекции Собак Ванома и Резерв Веном. В которых водозащита стартует где-то от 300 и до 1000 метров доходит. И давайте я вам черную модельку покажу. И на этом, в принципе, все. Спасибо за то, что посмотрели мой обзор. Если возникают вопросы, пожалуйста, пишите. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, соответственно, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока.